Мало найдется в мире людей, кто остается равнодушным к этим пушистым, подвижным, ласковым и очень умным домашним животным. Речь идет, конечно же, о кошках. Любовь к ним оказалась в мире настолько большой, что был учрежден специальный праздник. В России День кошек празднуют 1 марта. Кошки в России – один из символов весны. К этому дню мы предлагаем вашему вниманию виртуальную выставку о кошках. В произведениях классиков и современных авторов коты оказываются детективами, преступниками, героями, злодеями, волшебниками или самыми обычными, но безумно милыми домашними питомцами. Как замечательно Купри написывает кошку. Сначала это был пушистый комок с двумя веселыми глазами и бело-розовым носиком. И мы сами того не помним, когда это вдруг вместо черно-рыжей белого пушистого комка мы увидели большую стройную гордую кошку, первую красавицу и предмет зависти любителей. Этот рассказ о людях и о животных. О том, как они не могут без нас, а мы не можем без них. Кот Базилио, как и его подельница лиса Алиса, из сказки «Золотой ключик» или «Приключения Буратино», отъявленный мошенник и является, конечно, отрицательным персонажем. Для сбора милостыни он прикидывается слепым нищим. При этом, в отличие от своей сообщницы, он заметно глупее и в результате более смешон, чем Алиса. Книга, которую читали еще ваши родители, где одним из главных героев, а может для кого-то и самым главным является хозяйственный кот Матроскин. Он все умеет, и корову подает, и галчонка научит говорить, и дяде Федору чай с малиной поднесет. В этой замечательной книжке собраны сказки про животных, и про кошек там тоже найдутся. Один из рассказов называется «Лунные кошки». Представьте мальчика, который ночью вышел из дому и увидел, как кошки выходят из моря по лунной дорожке. Оказывается, эти кошки живут на Луне, а с ними и люди, которые считаются пропавшими. «Тамасина» – самая знаменитая в России повесть Пола Гэлика. Это история о девочке, любившей свою кошку, о ее папе-ветеринаре, потерявшем и вновь нашедшем любовь, о безумной лоре, любившей все живое, словом о любви, в которой только и есть смысл жизни и ее залог. Очень добрая книга с нежными иллюстрациями о том, как два кота-хвост и кокосик стали первыми летающими котами в мире благодаря волшебным шарфу и шапке. Это такая типичная новогодняя история, где два главных героя – хвост и мечтатель кокосик – спасают кошку-матрешку и маленького щенка от жизни на улице. Ну куда же без этого усато-полосатого негодника? Чеширский кот завоевал сердца многих поколений читателей и зрителей по всему миру. Он был и розово-фиолетовым у Диснея, и сине-зеленым у Бертона, худым и упитанным, но всегда умным и насмешливым. Он любит поболтать, особенно когда говорит в основном он. Растворяясь в воздухе, он некоторое время еще дает полюбоваться своей улыбкой. Кот не является главным героем книги, Александр Сергеевич поместил его только в пролог к сказке. Тем не менее, его знают все – и стар, и млад. А все потому, что он знает невероятное количество сказок и песен. И рассказчик хороший. И днем, и ночью кот ученый. Все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит. Налево сказку говорит. В рассказе Бориса Житкова речь идет о беспризорной кошке, которую хотел приручить рыбак и взять ее в дом, потому что завелись мыши. Но кошка, хотя и принимала еду от человека, упорно проявляла свой независимый характер и охотилась в природе. Мурка подружилась с дворовым псом Рябчиком и даже спала в его будке, но в дом не шла. Когда ее потрепали бездомные псы, рыбак подлечил ее. Мурку пришлось увезти далеко в рыбацкий поселок, но и там она не приручилась. А рыбак приехал навестить ее и узнал, что у Мурки появились котята. Это чудесная история о том, как дикие животные стали домашними и о хитрости дикой кошки. Очень умная женщина с небольшой помощью волшебства приручила животных, а кошке отказала. Прошло время и дикая кошка дождалась своего часа. Сказка поведает, почему собака наш первый друг, конь наш первый слуга, корова-подательница хорошей еды, почему кошка ловит мышей и так любит детей. Однажды летом брат и сестра Леша и Даш совершенно случайно обнаружили, что в их доме живут Ихала, тень прозрачного кота Филарета и еще целая компания поразительных созданий. Подружившись с ними, ребята узнают о государстве Астралия и по особому приглашению ее главного мага Леша отправляется в эту сказочную страну, где его ждут невероятные приключения. Повесть рассказывает о приключениях крошечного инопланетянина Капа, волею случая заброшенного на Землю. Вернуться на родную планету после множества невероятных приключений ему помогают юные жители города Новоколошино, профессор телег и живущие на пустыре домовой Пим Копыточ. В романах о Гарри Поттере тоже есть кошки. Это, например, миссис Норрис, кошка-стукачка. Кот по имени Живоглот, принадлежащий Гермионе подруге Гарри Поттера. Он обладал волшебными способностями и сумел вовремя предупредить детей об опасности. И, конечно, Минерва МакГонагал, декан Гриффиндора, преподаватель трансфигурации. Она анимак и превращается в кошку. Рассказ о кошке, родившейся и выросшей в трущобах. Автор повествует нам о четырех жизнях одной свободолюбивой трущобной кошки, помещая ее в разные условия и наблюдая, как она проявляет себя в той или иной ситуации. Королева трущоб и свободолюбивая пушистая красавица. А вокруг другие коты, мыши и люди, которые так и норовят посадить в золотую клетку. Но все в итоге у этой королевы становится замурой рчательным и жизнь полна мелких радостей и вкусной печенки. Самой популярной сказке Сутеева рассказывается о щенке, который пытался узнать, кто же из жителей двора издает этот загадочный звук – мяу. Сказку «Кто сказал мяу» читать можно детям от года и даже раньше. Слушая короткую историю, малыши научатся развлечать голоса животных, познакомятся с их характерами и повадками. Жизнь 12-летнего школьника Барни Ива сложно назвать легкой. Год назад исчез без вести его отец, мама целыми днями пропадает на работе, в школе над ним постоянно издевается его одноклассник Гэвин Игл, а директриса мисс Хлыстер решила окончательно жить его со свету. Как бы Барни хотелось забыть обо всем этом и пожить другой жизнью, где нет никаких проблем. Например, стать толстым, ленивым и сбалованным котом. И однажды желание Барни внезапно исполняется. Одинокий старик-бакинщик всю свою жизнь провел на Волге, но не обзавелся ни одним другом. Его одолевала скука, он мог общаться только с самим собой. Но вот однажды у него появился собеседник – кот, которого старик назвал Епифаном. Со временем они очень сдружились, стали вместе выходить в море и ловить рыбу. Благодаря коту у старика появился настоящий друг и хороший собеседник. Епифан же с помощью старика научился самостоятельно ловить рыбу. В рассказе Ечарушина описано, как кошка, совсем отощав от голода, убегает от охотника, в доме которого жила в лес. Там она приспосабливается к дикой жизни, охотится на мышей и птичьи, и даже толстеет от такой изобильной еды. Но приходит зима, корма становится меньше, и Маруське снова приходится голодать. Охотник зимой собирается в лес, чтобы подстрелить какую-нибудь дичь, но на его голову с дерева падает Маруська, которая приняла шапку охотника за заяца. Охотник забирает кошку домой и теперь уж кормит ее досото. Однажды в одной далекой стране в один день и час родились двое очень разных котят. Один от проскородовитого семейства, приближенного к трону. Рыжий. Другой – сын отставного адмирала флота. Полосатый. Но была у них одна общая черта – невероятная любовь к приключениям и умениям, находить их везде. А значит, да здравствует романтическая эпоха, друзья и враги, погони и интриги, короли и разбойники, звон шпаг и грохот пушек.